Укажите пальцем на нашу качество развитое, на самого выдающегося человека в вашей группе, который вообще вас поразил. Так, интересно. И абсолютно так. И получается, что для того, чтобы взять девушку в жены, ты не обязан быть лучше. Друзья, перед роликом спонсор Дмитрий. Если вы так же, как этот топор с этой кочерыжкой, хотите покончить с кредитами, ну, допустим, у вас ситуация, что вы взяли кредит и реально не можете его выплатить, то 1 октября 2015 года приняли закон о банкротстве физических лиц. Ну, к этому Россия, не знаю, шла, я слышал об этом 5 лет назад еще. Вот только сейчас сделали. Если у вас реальная проблема, то вы можете перейти на сайт компании okbankrot.ru Дмитрия как раз и решить свою проблему в том случае, да, то есть если у вас действительно не получается выплатить кредит. Вот. И также, если вы, то есть у Димы там крышу снесло, потому что, ну, именно от количества заявок. И он сейчас ищет огромное количество партнеров своих в городах. Если вы хотите получить франшизу, соответственно, от Дмитрия, то вы пишите ему ВКонтакте и на Фейсбуке, под видео тоже будут ссылочки, если вы хотите стать, соответственно, партнером Димы в своем городе. Интересуют все города там численности там от 100 тысяч человек, да. Активный, очень бурный рост идет. Пока тема довольно монопольная, юридические компании там медленно расшатываются. Вот. Пишите по поводу франшизы Диме. Ну и самое главное, если у кого-то реально есть проблема с кредитом, тоже пишите. Они помогут решить, потому что, ну, три раза уже Маша сказал. Нет, тема, правда, нормальная. Стандартные шаблоны. Все стандартно, уже это делается как коробочным решением за несколько дней. И в итоге вы получаете возможность, ну, грубо говоря, встать на ноги, если когда-то однажды оступились с этими кредитами. На этом все. Переходим к ролику. Мне было стыдно, короче, когда все приседали, а я не... Это вообще... Почему стыдно? Ну, знаешь, тут такая культура массового сознания. Тебе, короче, хочется просто делать, как все делают. А, не накосячили, не только поэтому приседали, так что... Не хотели, косячить не хотелось, но подержать хотелось. Кто приседал там, как? Обнимите руки, пожалуйста. Это было, конечно, весело, здорово, но зачем, как вы думаете, вы приседали? Вот. Кто-то из вас удержался, кто-то честно присел, кто-то там отжимался, я видел. Тысячу раз, видимо, себе поставил цено-слово. Цено-слово очень интересная штука. Это искусственный инструмент по управлению собственным мозгом, потому что вы обычно, когда не делаете то, что вы хотели сделать, ничего не происходит. Ну, нормально. А здесь есть санкция, то есть надо приседать. Причем это санкция, которую вы сами себе назначаете. И очень важно, чтобы эта санкция была неизбежной. Поэтому мы еще раз говорим, чтобы вся группа, она прямо говорила, не выполнил, иди приседать. Или ставь нулевую цену-слово, или скажи, я не буду ничего, мне не нужна цена-слово, и когда нет, то суда нет тогда. Почему одни были в панике, а другим удалось? Вы, кстати, вот сейчас обсуждали протоколы. Укажите пальцем на нас, по качеству развитое, на самого выдающегося человека в вашей группе, который вообще вас поразил. Так, интересно. И, а что-то так. Так, и что, что? Я все сделала по протоколу. Все сделала по протоколу. А что с полпротоколом, посмотрим. Во-первых, микрофон может петь. Можешь пронесать? Выблюдай, как меня смотрят. Сам говорим, коробочка. Как тебя зовут? Какая ниша? Наталья, радиодетали. Тихо! Наталья, радиодетали. Да, автографы даже. Транзисторы, резисторы. Микросхемы. Да, конденсаторы. Разъемы. Диоды. Да. Я просто с дедом паял. Клад. Да, и разбирал радио всякие магнитофоны. Классовый. Красные резисторы отдельно выкладывали. Транзисторы отдельно. Это, помню, коллектор, база, эмиттер. Да? Правильно? Наверное, да. А, наверное, как платка. Откорректировать 1С была задача. Критерий выполнения. Созвониться системным администратором, объяснить подработку. Вот критерий выполнения неправильный. А вот утвержденное ТЗ на доработке, это был бы критерий выполнения правильный. Да, мы с ним утвердили. То есть неправильное критерий выполнения сформулировано. Поиск личного помощника задача. Поиск – это вот неправильная задача. Вот найти личного помощника или утвердить трех кандидатов финальных на личного помощника, вот это лучшая задача. Да? Критировать можно? Давай. Я просто ставила поиск личного помощника на 1-3 недели. На самом деле мы его уже нашли, и уже 2 дня человек отработал. Молодец. Обзвон крупных клиентов на предмет сотрудничества. Совершенные звонки ходят с какой-то зацепкой на результат. Сколько звонков? Ну, как там, много? Один хватит? Нет. Ну, чуть-чуть. Взять, некорректно, ну, неконкретно пишешь. Надо конкретно писать. Дальше. Поиск новых контактов у клиентов, с которыми мы уже работаем. Обмен контактами, отправка, опять без цифр. Чего? Ну, тут основная задача была прозвонить крупных ключевых клиентов и по другому направлению найти новые контакты. Я его выполнила, то есть у меня уже выстроены счета, и в понедельник идут в оплату. Именно основному человеку. Молодец. Дальше. Слив геморройных клиентов. Просто снялась себе и все. Оставила. Забыла. Молодец. И что, Дарья, какая получилась в этой неделе? Ой, приход составила около 800 тысяч рублей. Из них не считала часто. А средней недельной дельты обычно? Какая? Так и есть? Обычные показатели? Ну, в принципе, да. По-разному бывает. Может, от 500 до 300. Вот в этой неделе вышло бы 800 тысяч. И, соответственно, из этого где-то чистой прибыли 280-300 тысяч. Не считала точно. Молодец. А еще тут у нас хороший показатель, только в том, что... А, как 10 тысяч рублей это работает? Можно же скажу? Давай. Для нас новым способом было 10 тысяч рублей. Вот нам принес нанятый менеджер. Вот. То есть заплатили конкретно ее счет. Хороший счет со хорошей маржой. 99 тысяч. Из них, честно скажу, 9 тысяч закупки. То есть маржа хорошая. Вот это у нас новый способ. А как это новый способ? Новый менеджер? Ну, то есть не лично я. Просто у нас компания не большая, обычно я зарабатываю. А тут для тебя кто-то заработал. О, это счастье. Да. Поздравляю. Мы с ним познакомились, я не помню, когда. По-моему, на реальном маркетинге. Вы тоже его знаете. Руслан, тут вы нашлили. Давайте поаплодируем. Здравствуйте. Это человек, который вот всю эту тему, предложение понимает кожей. Сейчас я здесь стою и сквозь этот опыт, там, деление может быть, да, я понимаю, что не обязательно быть лучшим, чтобы оставаться любимым. Вот по-любому здесь есть девушки, которые женаты на парнях. И по-любому у них парень не лучший же в мире. Так же, как и я, Настя, не лучший в мире. Ну, в смысле, не лучший парень в мире. И получается, что для того, чтобы взять девушку в жены, ты не обязан быть лучшим. Ты должен сделать очень четкое предложение в правильной точке пространства времени. Причем раньше, чем другие, не слишком поздно. И предложение, от которого она не сможет отказаться. Когда ты превосходишь ожидание, вот эта фраза тоже Руслан, превосходить ожидание, это немаловажно. И давай, Лама говорит, что ты не можешь меня разочаровать, потому что я тебя ничего не жду. Но мы все клиенты, да, и мы все чего-то ждем. И вот когда человек вас ждет десятки, обещанные вам или семенки, то сделайте в два раза больше, и этот call to action сам приведет трафик. Вот это сакрамная мысль, до которой мы дошли. Реально, он сам приведет трафик. И вам даже не будет, что не нужно никакой иной. Всем людям интересно, тот безумец, который появился на планете, это ошибка, это мутация или прорыв, потому что все мы с вами, плод ошибок, да? То есть однажды у нас вырос, а вот этот человек выжил. Получается, все мы с вами, вот, это плод бесконечных аботестов, бесконечных ошибок природы. И когда люди в обществе видят психованных безумцев, Эйнштейн тоже был безумцем, и много людей были безумцами, и всем сразу интересно. Вот это сейчас конкретно, это аботест, который ломанется, провалится, или все-таки это надежда человечества? К этим людям всегда относятся с уважением. Я не представляю, чтобы Эллон Маск покупал баннеры для того, чтобы рекламировать хресты. Я не представляю, чтобы сам Apple вдруг раз разместил рекламу по поводу айфона. СМИ так говорят про них, когда они захотят. Я выступил на БМ и едем на выставку. Ну блин, Руслан! И сейчас едем на выставку Тартаковской. Тоже человек, не от мира всего, короче, все. Вот мы приехали на выставку. Здесь все картины Ники. Она сейчас все еще подробно все расскажет про них. Люди еще не подошли, но они должны подойти. Это сама художница, Ника Тартаковская. Смотри, что нам с Никой подарили. Это потому что я сказала. Ты покажи в камеру. Так, сейчас. Да вот так вот надо. Да. Все в твоих руках. Началось производство тортов одноименных. Да, это, ребята, торт. По любой цене. Издательство вселенной. Да. Круто вообще. Это очень круто. Слушай, она утолщилась, книжка-то, да? А, кстати, она такая будет, если мы не... Такая будет? Должна... Ну, блин, это да, слишком, конечно, кирпич. Я уменьшаю ее. Сиди, ну, слушай, спасибо тебе большое. Вот Вика. Вот человек, который печет торты и так... Это не я, моя жена. Ника. Всем народ, это Ника Тартаковская, известная художница, мировая звезда. Ну, пока еще нет. Но как, твоя картина находится в коллекциях по всему миру, это уже круто. Но она, конечно, ее мечтает быть всемирно известной. Так и будет, так и будет обязательно. Ника, расскажи, как ты начала рисовать вообще, как вот началась там твоя, так скажем, кисть и краски в твоих руках. Ну, это несколько этапов на самом деле. То, чем я сейчас занимаюсь, это энергетическое направление, эзотерическое направление, которое в большинстве своем боятся многие. Ника чувствует людей. Это просто мне важно сказать. Ника, а что для тебя счастье? Да, так как ты уже было дело, задавала этот вопрос, который поставил меня в тупик. И я так красиво в прошлый раз вообще ушла от ответа. А сейчас нельзя. А сейчас я так поняла. Попала? Круто ты попал на ТВ. Да, попала. Счастье, счастье. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я несчастна. Моя картина счастья, она состоит из множества факторов, из многих пазлов. Такого маленького одного не хватает, еще пазлика. Это знаешь, из серии того, что Господь создал каждой твари по паре. Я спрашиваю, где моя тварь, где его носят. Как-то так. Вот. Это, пожалуй, единственный пазл, которого не хватает. А так у меня есть все полностью. Я окружена любовью и заботой самой Вселенной, в виде людей, которых я встречаю. Мне кажется, я очень счастливый человек. И я не могу объяснить, что такое счастье. Прям счастье, счастье. Прям одним словом. Вот, Ника, и еще. Что ты пожелаешь ста тысячам людям? Классика жанра любви. Это, пожалуй, единственное во все времена. И, не знаю, всегда это то, ради чего люди творили, ради чего люди созидали, ради чего люди кончали жизнью. Ну, это любовь, конечно. Я, конечно, всех призываю и желаю в первую очередь научиться безусловно любить. Безусловно любить, это не требовать что-либо взамен. Без условий. Вот. И такая любовь, она, конечно, раскрывает множество границ. Ника, она из космоса. Вот. И поэтому, вот она такой душевный человек. Вам кажется, почему здесь сидит не Руслан, а Вика? Ну, тот самый момент, когда Вика взяла все в свои руки, как говорится, все в своих руках. И пока Руслана нет, заюзла его камеру пусто и взяла интервью у Ники. Да, здесь ты Руслан. Ничего страшного. Народ знает хотя бы тоже, воспринимает как. Вот. В общем, ребят, заходите на ее сайт. И вообще у нее еще будут выставки в нашем городе, в Москве. Может, даже не только в Москве. Вот. И поэтому, я думаю, следите за новостями. И, кстати, у нее тоже, я на нее ссылку размещу под видео. Так что добавляйте ее в друзья и будете следить за новостями. Все.